Всем привет, с вами Жека, вы на канале Гараж Глафи. Что мне хочется сказать, мне реально очень хочется вас поблагодарить за то, что нас уже 25 тысяч подписчиков. Ну, это что-то реально нереально. Это мне и Серёге очень приятно, что вы реально смотрите то, что мы делаем. Если вспомнить, как всё начиналось, уже прошло больше, чем полтора года, что мы делали? Мы делали Ижа, уже он в таком состоянии. Вспомните, какой он был изначально. Сказал Серёге, что сейчас привезу ему что-то новенькое. Ну, не такое новенькое, конечно. Очень даже старенькое, но в плане проекта новенькое. Так что, поехали, обрадуем его. Привет! Это что? Это я тебе привёз такой, будет совка Китай. Мы имеем Иж Юпитер Пятый. Значит, год выпуска у него 89-й. Это юбилейный. Сейчас 19-й, то есть 30 лет дедушке. И в итоге уже вырисовывается. Мы скоро на нём уже выйдем в город покататься, посмотреть, как люди на это всё реагируют. Тула. Тула. Мой знакомый пригнал нам Тулу советскую и захотел, чтобы мы поставили сюда китайский двигатель. Или от дяди остался в сарае валяться вот этого вот Тула. То есть он её починил, привёл в рабочее состояние. Даже покатался в этом сезоне на ней. Но... Но! Это советский мотоцикл. Это советский двигатель. Соответственно, он то работает, то он ни хрена не работает. Вот он сюда на нём приехал. Сейчас его завести уже опять невозможно. То есть надо с ним танцевать с пугном вокруг него. Собственно, она тоже уже близка к завершению. Тоже скоро должна поехать. Дальше, что говорить. Электросамокат у нас уже есть, на котором Серёга уже намотал, не знаю, на километров, наверное, 200, если не 300. Он уже на нём проехался. Это было жёстко. Ну ни Xiaomi, ни Segway так не может по такой херне ехать. Тоже рабочая тема. Это тоже для дальнейшего. Ещё смотрите, это будет офигенный самокат. Пока это прототип, далёкий-далёкий прототип от того, как он будет выглядеть. Есть у нас такой вот индус, баджажик. Мы его взяли на обзор, но мы его ещё будем разбирать. Так что обязательно смотрите. Мы его полностью разберём, посмотрим вообще, из чего он состоит. Тоже, я думаю, интересно будет. Посмотри, мне реально интересно сюда глянуть внутрь, что там, из чего он сделает. Есть вот такая Husqvarna, которую вы ещё не видели. Или это Hard Enduro, евро-бляха. Её вы ещё увидите. Я думаю, на ней мы ещё поидурим. Собственно, если кто-то у нас сначала ещё смотрит, знайте, что у нас есть ещё баггеры-воркер, с которого всё начиналось, о котором реально столько воспоминаний. Субтитры сделал DimaTorzok и мы получили просто незаменимый опыт. Сейчас любые проблемы, то есть что-то кажется нерешаемо, и решили, потому что мы сделали реворкер. То, что вообще было сделать, по-моему, невозможно. Собственно, кстати, если вы хотите на реворкер посмотреть, то он сейчас стоит в парке Дружбы народов в Киеве, в Шакобаре. Есть такое заведение, так что можете прийти туда отдохнуть, посмотреть на наш реворкер, пофоткаться. Я думаю, что он к нам ещё попадёт, на нём мы ещё тоже подлюбляемся. Собственно, ещё раз хочу вас всех поблагодарить. Есть люди, которые нас смотрят реально практически всё время. Я по комментариях вас знаю. Я по аватаркам знаю, у меня на имена плохая память, но по аватаркам, тех, кто нас смотрит постоянно, я их даже комментирую в каждом видео. Вот очень приятно. Собственно, я надеюсь, что мы тоже даём вам какой-то заряд, даём какие-то позитивные эмоции, потому что если бы не было вас, реально вот этого бы ничего не было, потому что руки опускаются очень часто на сложных каких-то моментах, с которыми ты сталкиваешься практически каждый день. Что-то делаешь в этом кастоме, постоянно что-то идёт не так. И ты думаешь, что, блин, ребята ждут. Ребятам интересно посмотреть, чем это всё закончится. Собираешься и делаешь. Собственно, вот это всё, что у нас есть, это реально благодаря вам. Спасибо вам. С вами был Жек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok